Здравствуйте! В эфире Азовинфоспорт в студии Александр Истомин. Азовские легкоатлеты в зимнем сезоне показали на областных соревнованиях высокие результаты. Воспитанники спортивной школы номер 2 принесли в копилку все виды медалей, а один из спортсменов вошел в состав сборной Ростовской области, которая в ближайшие дни будет бороться за призовые места на чемпионате России. О достижениях и планах нам рассказал тренер Станислав Галапузенко. За последние два месяца у нас прошло 5 областных соревнований. На них из моих учеников отличились 5 человек. Трое стали чемпионами области. Это Дмитрий Подушки, подушка в прыжке в высоту, Данил Вершанский, бег в 3000 метров, Вадим Екатеринин в тройном прыжке. Также двое стали призерами. Это Костин Вадим, тройной прыжок, и Пухов Олег, бронзовый призер в прыжках в высоту. Сейчас Вадим Екатеринин отобрался в сборную Ростовской области и будет участвовать в чемпионате России, который пройдет в городе Пенза. Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 1 по 4 марта. Мы желаем Вадиму Екатеринину достойно выступить на соревнованиях и вернуться в Азов с медалями. Затем юным спортсменам предстоит показать свои силы на первенстве области по кроссу. Девушки из спортивной школы номер 2 Юлия Скрипка, Сирануша Сатрян и Маргарита Харина накануне приняли участие в чемпионате России по спортивной акробатике и подтвердили свои нормативы мастеров спорта. На первенство Ростовской области по индор-хоккею среди мальчиков 2000-2001 годов рождения посвященное празднованию Дня Защитника Отечества собралось более 50 участников, которые представляли 5 команд Азовского района и Ростовской области. Матчи проходили два игровых дня, по результатам которых сильнейшие получили грамоты и кубки. Тройку сильнейших составили команды села Кулешовка, Азова и поселка Овощного, занявшие первое, второе, третье места соответственно. Также в минувшие выходные в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 прошло открытое первенство города Азова по индор-хоккею, в котором наилучшие результаты показали хозяева поля. Подробности в сюжете Татьяна Ивашенко. В открытом городском первенстве по индор-хоккее участвовали ребята 2006 года рождения и младше из Азова и Азовского района. По словам главного тренера хоккейного клуба Тана Владимира Комкина, несмотря на столь юный возраст, это уже достаточно опытные спортсмены. И все подравнялись, как вот, например, Овощной, потом Пешкова. Они, кстати, сейчас и в лидерах и были. То есть вот Азов стал первый, второй Овощной и третий Пешкова. Да, я имею в виду, это вообще нормально. А здесь еще участвовал и Батайск, и Кулешовка. Кулешовка вообще всегда была в рядах. Всем известно, что за вид спорта хоккей на траве. Но что такое индор-хоккей, знает не каждый. Мне понравилась команда из села Пешкова. Хорошие дети. И они реально претендуют на призовое место. Они, да, выросли очень. Занятие индор-хоккеем дает юным спортсменам возможность отточить техническое мастерство, стать тактически грамотнее. Здесь за счет того, что ограниченное пространство, этот вид спорта вырабатывает быстрое принятие решений на ограниченном пространстве. Потом технические элементы связаны с тем, что дети учатся четко принимать мяч. Потому что здесь поднимать мяч, подскоки от клюшки, все считаются нарушениями правил. Поэтому я считаю, что вид спорта зимой, в такой момент, когда мы не можем играть на открытом поле, то я думаю, что это очень хороший подспорь для развития нашего непосредственного хоккей на траве. Вообще, Владимир Кункин считает, что хоккей на траве в Азове только набирает популярность. И на протяжении вот этих пяти лет в Азове немножко как-то было всегда меньше, да, и людей, и игроков. А сейчас в основном, посмотрите сколько, все болельщики Азова. Полное это. И плюс еще приезжают с Батайска, с Калюшовки. Поэтому, как довольны, здорово, да, здорово, здорово, здорово. И самое главное, на трибунах присутствуют маленькие дети, которые 2-3 годика, они смотрят, что хоккей, значит, это будущее наше. Что касается результатов первенства, то победителями стала команда из Азова. Второе место у хоккеистов из села Пешково. Третье у спортсменов из поселка Овощного. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. И это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.